Выездное заседание комитета вызвало огромный интерес у представителей СМИ, общественности и депутатов. Сами видите, какая большая толпа собралась здесь у платной парковки. Обсуждают основной вопрос, вводить или не вводить штрафные санкции за неоплату парковочного места. Обсуждение было бурным, но деловым. У депутатов появилось много вопросов. Горсовету и специалистам администрации Краснярска, например, почему по поправкам законопроект предлагается штраф именно в 1000 рублей для физических лиц и 2000 для юридических. Кто будет платить, владелец автомобиля или тот, кто нарушил правила парковки? Пока шла дискуссия, Татьяна, решившая оставить здесь свою машину, минут пять пыталась заплатить за место для авто, что ей в конце концов удалось. Это очень неудобно, отсвечивает, не видно, все ввел, не все ввел, приходится вводить повторно. Абсолютно мелкий шрифт, здесь приглядываешься, пока все прочитаешь. Неудобство для пользователей тоже претензия членов комитета. Они сами вместе с руководителем департамента городского хозяйства пытались разобраться в интерфейсе паркомата. Как говорят представители инвестора, все просто, надо только читать инструкции. Люди не любят читать. Люди в основном хотят иметь одну большую красную кнопку, шедевр, да, помните, на фотоаппарате. Нажал и получился шедевр. К сожалению, там есть инструкции, по инструкции необходимо провести ряд действий. Ну, нужно просто читать то, что написано на паркомате. Побывали депутаты на набережной Енисея. Здесь одна из нескольких бесплатных перехватывающих парковок. Если в апреле при старте проекта платных парковок здесь было пусто, то теперь автовладельцы стали ей пользоваться. Но у депутатов все равно много вопросов, главный о размере штрафа. У нас на сегодняшний день одно замечание. Это то, что необходимо установить низкую, ну, будем говорить, да, низкую планку в отношении, если градации, брать штрафных санкций. В итоге комитет решил вынести законопроект на рассмотрение сессии Законодательного собрания края, но рекомендовать депутатам отклонить его. Администрация Красноярска, инвесторы все равно готовы продолжать проект. Все, что не обсуждается, либо обсуждается, это как раз для того, чтобы создать более комфортные условия для движения всего транспорта в центральной части города. Но мы же видим все равно другие города. Видим, значит, мы же ссылаемся. И у нас проект идет. Поэтому надо здесь действительно те шероховатости, которые есть, их доработать. Ну и, как говорится, все-таки продолжать это направление работать. В любом случае, окончательное решение о штрафах за неоплату платных парковочных мест примут краевые депутаты на сессии, которая состоится в четверг, 15 октября. Андрей Стердым, Алексей Гусев, Новости. Продолжение следует...